Тем временем в Ишимском районе в этом году уже реализовали 5 инвестиционных проектов в процессе еще 26. Если пересчитать это в рубли, то сумма в Ливане составила 2,5 миллиарда в перспективе создания 900 рабочих мест. Примечательно, что не все проекты строятся с нуля. Для некоторых бизнесменов это плановое расширение, рассказывает Оксана Павлова. Небольшое предприятие по производству корпусной мебели открылось в Ишиме 9 лет назад. Максим Дементьев решил попробовать себя в новом деле. Научился работать качественно, а сейчас еще и быстро. Заказчиков с каждым годом становится все больше. Мебель все равно всем нужна. В каждый дом что-то нужно. Без мебели все равно никак. К небольшому помещению со временем пришлось сделать несколько пристроев для магазина и склада материалов. В дальнейшем руководитель мебельного производства решил построить отдельный цех площадью 1900 квадратных метров. Куплено новое оборудование. Оно занимает очень большое место. То есть для профессионального раскроя, то есть серийного раскроя станки занимают очень много места. Ну и плюс еще как бы нужно расширять ассортимент материала. Ладно уже станки. Там некуда нам просто расти. Ну надо расти, надо развиваться. На новом месте предприятие заработает уже с нового года. Практически получится мебельная мини-фабрика, где будет дополнительно трудоустроено 25 человек. Специалистов готовы обучать на местах. В реализации идеи предпринимателю помогло инвестиционное агентство Тюменской области, выдав займ в размере 7 миллионов рублей. Большую помощь оказала и администрация города, урегулировав вопросы с электроснабжением территории. Проекты сопровождаются администрацией по каналам прямой связи с инвесторами. То есть определяются их потенциалы, возможности, потребности, какие-то проблемные точки, которые администрация в рамках своей компетенции старается решить и помочь субъекту, чтобы этот проект как можно быстрее реализовался и создал новые рабочие места. Сегодня в Ишиме реализуется 26 проектов с общим объемом инвестиций более 2,5 миллиардов рублей. Это будут предприятия по производству кондитерских и швейных изделий, строительных материалов, а также рестораны, гостиницы и торговые центры. На них планируется трудоустроить 900 человек.